Привет, друзья! Сегодня у нас с вами уникальная и большая экскурсия на фармацевтическое производство ветеранных препаратов компании Агроведзащита. Вместе с вами мы увидим, как производятся таблетированные формы лекарств, ну, на примере нового препарата Аквет Экспресс Табс. Также мы с вами увидим, как производятся жидкие формы лекарственных препаратов, на примере Капли Барс. И посетим цех, где производятся шампуни. И помимо этого мы увидим много чего интересного. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее, машин хвостиками. И погнали! Важная особенность фармацевтического производства, в отличие от многих других производств, в том числе и производства кормов, это, друзья, чистота. Там настолько все чисто, что даже в процессе экскурсии я произнес такую фразу, как «здесь пыли нет». Прежде чем попасть сюда, в помещение, где категорийность Д, нам надо пройти через систему шлюзов. Сразу скажу, одеваемся мы для того, чтобы защитить себя от продукта, во-первых, и продукт от себя. Перчаточки обработаны санитайзером, новые бахилы, новая вот масочка. И вот большая просьба показать на камеру. Мне вот эта идея очень понравилась. То, что мы зашли, воздух, который был в помещении, в одном из шлюзов, он потом выкачивается. Да? Или как это правильно вот это сказать? Меняется. Меняется. То есть сверху подается, снизу выдувается, в самом грязном месте. Эти манометры контролируют давление. То есть, если что-то не так, и в шлюзе не происходит воздухообмен правильный, манометр загорается, красная лампочка, в диспетчерской у нас сразу идет сигнал. То есть служба главного инженера тут же реагирует на это, проблема тут же устраняется. Причем производственный процесс, мы сюда уже не попадаем, потому что неисправим шлюз. Соответственно, пока его не сделают, сюда никто не зайдет и никто не выйдет. Вот так вот. В цехе ведется постоянно микробиологический мониторинг. Что это такое? Устанавливаются чашки Петри. Потом с них снимаются пробы и смотрятся на наличие микроорганизмов, патогенов, грибов и всего остального. С персоналом постоянно берутся смывы. С поверхностей, которые не только соприкасаются с продуктами, а даже с емкостями, которые соприкасаются с продуктами, тоже постоянно берутся смывы. Также контролируется обмен воздуха. Ну, по воздуху, да, уже, ну, друзья, уже некоторые моменты мы не озвучили, не показали, но да, получается, идет циркуляция, постоянно это анализируется. Воздух, соответственно, любая поверхность, любое. В общем, тут, наверное, здесь пыли нет. Да, это вот такое место, где уж точно никогда нет пыли, никогда. Да, у нас установлена система HEPA-фильтров, там, какого-то суперного. Просто мы, просто у меня на канале много есть уже обзоров именно производств сухих кормов, влажных кормов. И вот такой, друзья, стерильности, ну, конечно же, мы не видели, но здесь это необходимо. Да, 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 это вот совершенно другая история. Да, 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 поэтому здесь это необходимо, поэтому. Вот то, что вы сейчас дальше увидите, здесь, в соответствии с технологической картой на разработанный препарат, происходит взвешивание в определенной последовательности, в определенной емкости всех компонентов препарата, который дальше поедет на сушилку псевдоожиженного слоя. Взвешивают, и все операции любой технологической стадии производят два человека. Если коротко, как вы уже поняли, чтобы исключить человеческий фактор. Перестраховка везде. Взвесили все сырье в определенной последовательности, поставили в специальных емкостях на тележку, и через вот этот тамбур-шлюз, опять-таки с хорошим воздухом и давлением, это все переводится. Сырье проходит здесь, через шлюз, пока попадает на дальнейшие стадии производства, это сушилку и прессование. В этой комнате происходит уже от взвешенного сырья все его последовательные стадии до выхода готовых таблеток. Сегодня как раз здесь идет экспресс-табс, на котором дальше мы чуть более и более подробно остановимся. То есть получается, когда идет какой-то процесс, здесь сразу же указывается, что именно делают. Не только указывается, это обязательное условие, они не могут войти туда и что-то начать, пока здесь не будет наименования препарата, серия препарата, объем препарата, фамилия аппаратчиков и именно стадий, которые делаются здесь сегодня. Сегодня здесь происходит как грануляция, на которой я чуть позже остановлюсь, так и таблетирование уже готовой смеси предыдущей загрузки. Везде, как вы видите, мониторинг микробиологический, который проводится очень часто. И не дай бог, какой-то сбой у нас очень сильная микробиологическая лаборатория. Естественно, мы сразу принимаем суровые меры, вплоть до остановки препарата. И первое, куда мы с вами отправимся, это на производство таблеток. Наиболее популярная форма ветеринарных препаратов. Все наши ингредиенты, которые входят в состав, ну точнее в рецептуру этого препарата, поступают в сушильную камеру, где они перемешиваются, где они увлажняются. И при этом все это управляется депрессно-пультом, автоматикой. То есть человеческий фактор исключен. Сначала операция смешения, потом переключаемся на операцию увлажнения. То есть подбирается увлажняющая жидкость, которая весь этот гранулят, который происходит в непрерывном движении, увлажняет необходимым количеством жидкости. Происходит это очень равномерно, потому что слой именно, повторяюсь, все в даже жены. То есть все частички находятся в непрерывном движении. И заключительная стадия, если коротко, это сушка. Вы видите, что там вся смесь, которая уже очень добросовестно перемешана, находится в постоянном движении. И вот увлажнитель, который для каждого препарата разрабатывается, как по объему, так и по концентрации, так и по составу, происходит с определенной подобранной скоростью увлажнение вот этой смеси. Когда увлажнение заканчивается, начинается здесь же. Видите, не пыли, ничего. Работники работают чисто с пультом. Процесс сушки окончательный. И для каждого препарата уже с определенной влажностью выходит готовый гранулят, который идет на таблетирование. Перед тем, как из гранулята производить сами таблетки, он проходит обязательно лабораторный контроль. И в компании «Агрогазащита» использует такая система светофоров. После получения вот такой вот желтой, это то, что мы предъявили и готовы дальше делать, зеленой, это то, что нам одобрили и разрешили дальше делать. Система светофоров у нас здесь действует. Все, после получения положительного анализа мы начинаем процесс таблетирования. Естественно, для каждого препарата по техническим условиям происходит полный анализ всех критерий. Толщины таблетки, распадаемости таблетки, действующих веществ. И только после положительного заключения лаборатория мы производим, так сказать, эту загрузку. После того, как вся загрузка будет отпрессована, она вот в такой вот емкости, ее промаркируют и отправят на стадию блистирования. Это аргентинский блистер. Марио Крико. Принцип действия. Блистер заряжается, пленка, заряжается фольга. Дальше вся эта линия проходит в 6 стадий. Здесь идет нагрев пленки. Дальше формирование ячейки. Дальше из вибробункера таблетки. Попадают вот сюда, в зону распределения таблеток по ячейкам. И уже с помощью вертушек они распределяются по ячейкам. Дальше оператор стоит, контролирует. Возможно, таблетка будет или пропуск, или сколк. Вот для этого он здесь находится. Дальше идет зона склейки фольги и пленки. Мы уже получили 5 готовых блистеров, которые едут в линейке. Дальше на них наносится переменная информация. Дальше идет стадия вырубки. И вот уже здесь мы имеем готовый блистер. Это то, что попадет к потребителю. Готовые блистеры попадают в ящик. Здесь стоит оператор, который контролирует серию и нанесение текста на фольге. Далее ящик запечатывается, маркируется и через передаточный шлюз передается на следующий участок, где осуществляется вторичная и групповая упаковка. Дальше кладется на конвейер блистер. Дальше машина берет пачку. Формирует коробочку. Туда вставляется блистер с заранее сложенной инструкцией. Наносится... Вот отсюда лучше показать. Как раз таки вот блистер. Вон там инструкция. Дальше дублируется переменная информация. Это вот здесь прокатывается. Которая уже нанесена на блистере. Это серия срок годности. Дальше коробочка закрывается. Дальше вот готовая к потребителю в точно такой же серии. Да, друзья, вот. И сроком годности. Весь объем готовой продукции. Будет повешена этикетка. Показывал уже в системе свитокоро-желтая, что мы готовы сдать ее на склад. Мы сдаем ее на склад. Приходит потом контролер, удавщик. Все это отбирается в специально отведенном месте. Рассматривается. Если что-то не так, берется еще выборочный контроль. Если опять что-то не так, вся готовая продукция отправляется на перебор. Если что, все так. Отправляется на склад, выдерживается карантин и все продается. А сколько карантин вообще идет у ветеринарных препаратов? Или у каждого какой-то слой? У каждого слой. В зависимости от требований в указках термативной документации на проверку достаточно от 5 дней до 14 дней. В зависимости от того, какая продукция. Если это оральное применение, то 5 дней. Микробиологическая частота проверяется. У ветеринарных препаратов 14 дней. Смотрится стерильность. После чего выписываются документы о качестве. Передаются уполномоченному лицу досье на сей, о чем я похоже скажу. И после этого препарата высказывается гражданский оборот. С информированием обязательно носит ход на дыр. При получении каких-то замечаний, нареканий, каких-то от потребителей, каких-то претензий, мы обязательно поднимаем досье на серию. Мы обязательно проверяем архивные образцы. У нас есть архив хранения специальный. Где образцы хранятся в специальных условиях, которые прописаны на этикетке в инфрукции по применению. Эти образцы обязательно проверяются. Проверяется вся последовательность операции. Не было ли отклонений. После чего эти образцы, если необходимо, можем передать на испытание в стороннюю лабораторию. Получить от них заключение. После чего мы обязательно информируем Росфильфоснадзор о проведенной работе. То есть мы в любой момент времени можем поднять досье на серию, архивные образцы и проверить все так с препаратом, как это должно быть по требованию нормативной документации. Вот смотрите, раз уж у нас данный препарат, то, что на него вот этот хейт идет, я правильно понимаю, ну люди там что-то жалуются. Соответственно, вы эту серию отобрали. Отправили, не эту конкретную. Ну нет, ну да, 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 я вообще говорю, да. Да, на которой были жалуются. Да, да, да. Мы ее отобрали, отправили в Росфильфоснадзор, отправили в стороннюю лабораторию. Сейчас ждем заключения в стороннюю лабораторию о соответствии или не соответствии требованию нормативной документации. После чего мы обязаны будем, как это прописано в требованиях российского законодательства, обязаны будем проинформировать Росфильфоснадзор о проведенной работе и полученных результатах. И все эти письма также подшиваются в досье на серию, то есть тампонная история серии препаратов. Там вот такая папка. И дальше после упаковки наши препараты поступают на склад. Давайте посмотрим, как он обустроен и вернемся обратно на производство. После того, как препарат из цеха перемещается на склад, они помещаются в специально отведенную зону карантина, которая выделена желтой полосой, снабжены желтыми этикетками, что указывает на их статус, после чего контролеры, сотрудники отдела контроля качества отбирают в достаточном количестве для проведения контроля качества на соответствии требований нормативной документации и передают в зону контроля качества, в лабораторию. В лаборатории проводятся все необходимые анализы с оформлением всех документов. После получения положительного результата информируются сотрудники склада и переносится препарат в зону уже хранения с зеленой этикеткой. То есть мы на всем этапе, на всем протяжении производственного процесса всегда можно отследить статус продукта. То есть либо он в стадии карантина, либо вот проба отобрана, зеленая этикетка. А, синенькая это проба отобрана. Синяя это проба отобрана, зеленая этикетка, продукция перемещается на следующую стадию. Вот как раз у нас здесь экспресс-таб находится. Это как раз то, что мы сейчас видели. То, что мы видели в производстве. После проведения всего контроля выписывается паспорт качества, как мы уже говорили. Подшиваются все документы в досье на серию. Досье на серию передается уполномоченным лицу, которое аттестовано в установленном российском законодательском порядке и имеет право своей подписью выпускать препарат в гражданский оборот. Уполномоченное лицо проверяет досье на серию, выписывает разрешение. После этого продукция может быть отгружена потребителю, заказчику и дальше в места для продажи уже потребителям, для животных, тем, кому она предназначена. Уладьи, кстати, достаточно так прохладно и свежо. Склад снабжен всей необходимой системой вентиляции и кондиционирования. Показать. Которая оснащена системой пожаротушения, которая позволяет хранить продукцию в условиях, которые определены при разработке. Условия хранения обязательно пишутся на всех этикетках, на первичной упаковке, на вторичной упаковке, на групповой упаковке. Для того, чтобы обезопасить нашу продукцию от подделки и устранить появление фальсификата на рынке, были разработаны специальные короба, специальные защитные информационные скотч, контроль первого вскрытия. А вот можно, да, показать контроль первого вскрытия? Пожалуйста. Что это такое? А вы когда на упаковке смотрели? Вот, а мы сейчас более внимательно. Контроль первого вскрытия – это защитная этикетка, которая клеится с двух сторон к коробке. Давайте вот так вот переверну. Специальная этикетка с логотипом АВЗ, скотч с логотипом АВЗ. То есть открыть коробку, не вскрыв эту контроль первого вскрытия, невозможно. Таким образом мы защищаем нашу продукцию от подделок и от появления на рынке фальсификата. У нас есть канистры, у нас есть ведра. Обязательно все снабжаются контролем первого вскрытия. Вот такие ведра. Это какой-то большой препарат. Это гранулят или порошок, который идет уже в специализированных хозяйствах для целевых животных, сельскохозяйственных животных. То есть у вас получается препарата не только для кошек и собак, и для сельхоза. Да, и для сельхоза обязательно. Мы крупные производители ветеринарных препаратов именно для сельскохозяйственных производителей мясных продуктов, молочных продуктов. И здесь на ведре также есть контроль первого вскрытия. Скрыть ведро, не нарушив эту упаковку, невозможно. Канистры у нас также снабжены крышки контролем первого вскрытия. И всегда можно проверить, не подделка ли это препарата. Так что, друзья, поэтому всегда обращайте внимание не только на конечную упаковку уже, но и на... Я вам повторяю, в случае появления каких-то нареканий или каких-то претензий, или какого-то даже сомнения в качестве препарата, у нас есть горячая линия, телефон, который располагается на обязательной этикетке, на пачке. И вот здесь я тоже. Есть на сайте. И обязательно можно позвонить на горячую линию, где ответственные сотрудники с ветеринарным образованием, ветврачи вам могут дать пояснение, комментарии, и рассказать, как пользоваться препаратом. Если возникает сомнение в качестве препарата, мы всегда готовы принять от вас этот препарат, этот образец, проверить его, исследовать и информировать о его качестве. На самом деле, я так считаю, что все производители, в том числе и сухих кормов, должны делать вот такие горячие линии, куда любой потребитель с любым, в принципе, вопросом по препарату, по, соответственно, корму, либо к другому... По применению. Не все. И еще раз призываем просто читать инструкцию по применению. Она разрабатывается ветеринарными врачами. В процессе, как уже говорили, в процессе разработки обязательно все проверяется на целевых животных для того, кому предназначен этот препарат. И в инструкции по применению не зря пишут и способ применения, дозы применения, условия, меры предосторожности. Обязательно пишутся какие-то нежелательные реакции, чтобы можно было понять, что это не препарат плохой, а просто, может быть, животное реагирует таким образом. То есть та информация, которую в инструкции по применению, это не просто так написано? Конечно, она обязательно к прочтению. Прочитать стоит? Да, обязательно. Каждый уважающий себя владелец животного должен ответственно относиться к тем препаратам, которые он дает своему животному, поэтому он должен прочитать, он несет ответственность за своего животного. Я полностью согласен. Идем дальше. В процессе нашей экскурсии мы говорили о том, что обязательно в категорийных помещениях должен быть специально подготовленный воздух. У нас есть несколько вентиляционных камер, оснащенных самым современным оборудованием, в котором воздух проходит многоступенчатую очистку, как минимум три, до того, как он попадет в чистые помещения. В чистых помещениях есть еще свои вентиляционные установки и хепофильтры 13-14 класса, которые позволяют гарантировать, что воздух у нас попадает очищенный, доведенный до нужной температуры, нужной влажности, и что с воздухом никакой контаминации продукта не произойдет. Еще раз, друзья, напомню важный момент. Всегда внимательно читайте инструкцию по применению к любому ветеринарному препарату, потому что именно от нас с вами зависит здоровье наших с вами питомцев. Важный момент, друзья, напишите в комментариях, кто читает инструкцию, а кто нет. Итак, после склада готовой продукции, давайте, друзья, сразу же и посмотрим склад ингредиентов, как они поступают на само производство и ряд других моментов. На складе сырья есть шлюз, через который сырье поступает на хранение. Прежде чем оно поступит на хранение, оно должно пройти обработку. Обязательно мы должны его осмотреть, внешний вид проверить, не получил ли какие-то повреждения в процессе транспортировки. Чтобы обезопасить склад и дальнейшее производство от проникновения летающих, лазящих и ползающих насекомых, обязательно у нас все критические точки определены и снабжены системой пест-контроля. То есть это обязательно инсектицидные лампы с контролем и записью. Обязательно это все ловушки для грызунов и тараканов. А, вот это такие специальные ловушки? Да, специальные ловушки. Ничего себе. Они состоят в специально отведенных местах. Обязательно ведется контроль, обязательно ведется запись. Вообще фармацевтическое производство – это обязательная фиксация всех произведенных действий, чтобы можно было на любом этапе посмотреть, все ли действия, которые были разработаны отделом обеспечения качества, правильно они выполняются в достаточном ли объеме и правильно ли это все фиксируется. Поэтому сотрудники проходят обучение не только своей работе, как правильно проводить свою работу, которая определена должностной инструкцией, но и работа с документацией. Обязательно ведется обучение по ведению записей, обязательно ведется контроль записей. Обязательно контролируются записи не только исполнителями, как правило, двумя, но и непосредственным руководителям, а также сотрудниками отдела обеспечения качества, которые проводят самоинспекцию. Обязательно это требование фармацевтической системы качества, проведение самоинспекции, чтобы люди понимали, что они должны выполнять ответственно свою работу в рамках установленных их должностной инструкцией. Для того, чтобы сырье мы гарантировали, что сырье поступило к нам на предприятие надлежащее качество, и мы должны гарантировать, что это надлежащее качество мы в процессе производства не потеряем. Есть комната отбора проб, в которой производятся необходимые манипуляции, отбираются пробы, передаются в лабораторию контроля качества. На складе также есть зона карантина, в котором сырье хранится до получения результатов из отдела контроля качества. Отдел контроля качества независим от производства. Руководители подчиняются только генеральному директору. Здесь мы видим также систему цветовой идентификации, то есть проба отобрана, желтая этикетка находится в карантине. Синяя этикетка свидетельствует о том, что из этого тарминного места проба отобрана и передана на анализ. После получения положительного заключения о соответствии с сырьем требованием спецификации, на емкости клеится зеленая этикетка, сырье может быть использовано в производстве. В производстве передается только тарминами местами, чтобы исключить какую-то контаминацию на складе и не занести микробиологически нечистое сырье в производство. Как уже мы говорили, у нас обязательно ведутся записи на всем протяжении производства. Обязательно в журналах фиксируются температурные условия на складе. Чувствуете, как у нас сырье хранится в надлежащих условиях, которые определяет производитель. Обязательно ведется уборка склада, фиксируется в журнале. Это делается несколько раз. Обязательно склад перед тем, как сдать в эксплуатацию, склад проходит квалификацию. Вообще фармацевтическое производство – это еще и подтверждение правильности выбранного оборудования, правильности технологического процесса, разработанного, называется специализированным словом валидация. Валидации подвергаются квалификации, валидации подвергаются оборудованию, системы, технологический процесс и методы контроля. То есть все, что у нас производится, обязательно проверяется, контролируется. Но валид – это значит, работает инвалид, это не работает. То есть разработан валидационный мастер-план предприятий, который сотрудники группы валидации и отдела обеспечения качества неукоснительно выполняют. И все это фиксируется обязательно в соответствующих разработанных документах. То есть даже насчет склада, даже по большому счету оборудования? Обязательно, обязательно. Мы должны гарантировать потребителю, что у нас качество – это не только качество готового продукта, но качество складывается поэтапно, начиная от закупки сырья, проверки доставки сырья, проверки сырья, дальнейшего использования в производстве и доставки готовой продукции потребителю. То есть это все называется фармацевтическая система качества, за которую отвечает отдел, за разработку ее функционирования, отвечает отдел обеспечения качества. Ну и в конечном итоге ежегодно составляется обзор по качеству, куда входят все составляющие фармацевтической системы качества, все подпункты обязательно, выполнение их. И этот обзор отдается генеральному директору на проверку, на контроль. То есть он видит наглядно там графики, таблицы всего, что мы используем. Какие-то у нас были отклонения, какие-то были несоответствия. То есть мы с этим работаем, мы разбираемся, чтобы исключить это в дальнейшем, таких повторений, каких-то несоответствий или отклонений в процессе производства. То есть по большому счету, как говорится, каждый чих тут, на каждый чих есть свой закон, есть свою нормативную документацию. Есть обязательно запись по... Если мы поднимем все эти записи, мы можем всегда отследить, на каком этапе кто-то что-то сделал неправильно, и что нам сделать с этим, чтобы больше не повторилось. Друзья, даже... Как нам с этим работать. Друзья, даже так скажу, что все то оборудование, которое я привнес сюда для видеосъемки, заранее у меня взяли все серийные номера, что, как, что, для чего, как называется. То есть даже вот это вроде простая съемка. И ваше оборудование, которое попадало в чистое помещение, было обработано с антисептическими средствами. Да, 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 все было обработано. Не знаю, оператор, скорее всего, это не снял. Но все... Потому что оно было... Логично, да, я только хотел сказать, как это снять. Да, камера, у меня теперь камера чистейшая. Там оператор, да, аккуратненько. И вот, кстати, вот тоже, опять же, есть и опять же ловушки. Да, на критических точках, где есть внешние какие-то сопряжения с внешними помещениями, обязательно стоят ловушки. Да, вот, соответственно, мы идем в другое помещение, вот ловушка стоит. Разработан специальный план, где отмечены точки, и мы всегда можем отследить и проверить, в той ли точке находится данная ловушка. Вот, кстати, да, вот точка контроля номер один. И как вы, друзья, видели чуть ранее, я задачал директора по качеству показать нам и вентиляционную камеру. Ну, такое мое природное любопытство. Стало интересно, как же обеспечивается вот эта частота воздуха в таком большом производстве. Ну, мне не смогли отказать. Ну, вот одна из вентиляционных камер в этом производственном корпусе. Таких у нас камер в этом корпусе 8 штук находятся. Соответственно, в каждой находится по нескольку машин. Придется нам чуть погромче говорить. Каждая из машин работает на свой участок отдельно, чтобы исключить контаминацию. Ну, вот здесь две машины. Это конкретно на таблетные участки. На первый, на второй участок работают. Ну, вот, они, в принципе, достаточно большие машины. Расход у этих машин большой. То есть, там, ну, 29 и 32 тысячи, по-моему. Расход воздуха в кубов в час, да. В кубов в час. Да, в час, в час, да. Ну, да, довольно-таки много, да. Но цеха большие, кратная, соответственно, тоже большая. Они не меньше 20. Вот, поэтому... За стеной воздухозаборные шахты по ним, соответственно, воздух уже доходит до установок. А пойдемте, вот, покажите нам пальчиком, А, ну, вот, вот, вот за стеной шахты До установок воздух по шахте идет. Далее у нас есть бредфильтры 3-6 класса. В них первоначальная очистка воздуха идет. Далее воздух, вот, первый подогрев идет. Это в зимний период работает. Нагревает воздух до заданной температуры. Который уже в цепу будет. Да, ну, вот, нагревать, как раз, при помощи воды, я так понимаю, да? Да, да, да. Это вот, да, да. Далее, вот, на лето. На лето нам обязательно нужно охладить, чтобы, чтобы сбить влажность, ну, соответственно, температуру. Далее, после того, как мы сбили температуру, влажность в летний период, потому что температура может быть и плюс 8, плюс 10 градусов. Соответственно, уже с достигнутым влагосодержанием воздуха, вот, второй подогрев, мы вот, уже этот, осушенный, скажем так, воздух, мы его догреваем, опять же, до заданной температуры, которая положена в цепу. И это все автоматически? Конечно, это все автоматически, да, все автоматически. Ну, далее вентиляторная секция идет. И вот, да, далее потом уже фильтр тонкой очистки 9-9 класса. Вот здесь. Вот здесь вот дверь открываем, да. И далее по воздуховодам уже воздух идет непосредственно на участок. Вот. А при уже входе в каждое помещение установлены в потолке хепофильтры, там, от 11 до 14 класса, ну, в зависимости от категории помещения. Вот. Ну, вот, вкратце, как бы, все. Вкратце, все, да. Спасибо большое. А, ну, и здесь вот шкафы автоматики, да, как раз здесь находятся мозги вот этих двух установок. Вот здесь. Да, это все здесь. Ну, открывать, наверное, не будем. Не, не будем. Не будем. Все красиво, красивые лампочки. И потом у нас все, со всех шкафов автоматики, со всех этих мозгов, со всего предприятия, все сводится в диспетчерский пункт. То есть мы можем свободно управлять установками, находясь там. Можно сказать, одной кнопкой вот там вот найдет, где-то там. Да, да, да. Здорово. То есть мы любой параметр можем посмотреть. Любую позицию открытия заслонки какой-либо там, какого-либо клапана, привода там, ну, все, что угодно. То есть если что-то даже случается, мы сразу все это видим. Ну, соответственно, оперативно реагируем. Друзья, большая просьба, пишите, пожалуйста, ваши комментарии о том, что вы видите. Так что, если честно, меня само это производство поразило в очень многих моментах. Поэтому также по ходу экскурсии пишите свои комментарии, высказывайте свое мнение. Ну, а мы, друзья, переходим в цех, где производят уже жидкие формы лекарств. Мы были в цехе твердых лекарственных форм. У нас очень много лекарственных форм. Наименования препаратка порядка 150 штук. Лекарственных. Лекарственных наименований. Из них есть твердые формы. Это таблетки, капсулы, гранулы, порошки. Сейчас мы пойдем в цех производства жидких форм. Это капли, суспензии, эмульсии. Здесь участок называется моноблок. Здесь происходит сразу розлив, антикетировка и упаковка продукта. То есть в одной линии устроена машина розлива, антикетировки. И далее стоит картонажная машина. Упаковки полностью уже готовы этот продукт. То есть здесь жидкая форма попадает, здесь она упаковывается, антикируется. И здесь же и упаковывается. Да, да. То есть и на финале где-то из какой-то двери уже выходит продукт? Здесь вот она за шторки выходит. Там стоит палета. На палету складываются уже короба. И потом все, полная палета выходит оттуда. То есть получается весь процесс вот здесь вот. Весь процесс замкнут на одном участке. Здесь происходит розлив препарата. Поступает продукт в пластиковых бочках. И с помощью четырех дозаторов происходит налив во флакон колл-продукта. После чего устанавливается автоматический носик, крышка и закатывается в флакон. Далее идет антикетировка препарата. Обязательно с нанесением серии срок годности. После чего на картонажной машине идет упаковка, пачку и термоусадочную пленку. Так как страна большая, ее только по России отправляем. Чтобы продукт дошел в целостно-сохранность, он упаковывается в термоусадочную пленку. Что предотвращает попадание влаги. И уже продукт в таком виде, защищенный от влаги, направляется к покупателю. Это участок для разлива полупродукта. Уже более крупный, так скажем, упаковка, тару. Здесь разливается предназначенная машина для разлива в литровую и 5-литровую канистру. Здесь стоит машина. Здесь также четыре дозатора одновременно наливают полупродукт во флакон. В данный момент в литровый флакон. Далее происходит закрутка. Перед этим стоит оператор, который наставляет крышки. Также этот оператор производит замер дополняемости флакона. То есть тем самым проверяет дозу, правильно ли доза наливает машину. Помимо оператора, дозу проверяет также еще отдел контроля качества. И все эти данные делают запись в маршрутной карте. Все флаконы с нашим шильдиком АВЗ. После идет упаковка также в короба. Уже для транспортировки на склад. Здесь разливаются все препараты оральные. Итак, мы с вами побывали во втором цеху. И давайте посмотрим, как же делаются шампуни. Потому что это на самом деле не менее технологичный процесс. Мы с вами находимся в цехе номер три. Это участок по производству шампуней. Здесь производятся лекарственные препараты. Шампуни. Спреи, гелия, шампуни. Сейчас мы с вами пройдем в реакторный зал и посмотрим процесс приготовления. Это реакторный зал. Он у нас снабжен реакторами. Реактора импортного производства. Все реактора... Пойдемте, там виднее будет. Все реактора снабжены... Они все компьютеризированы. Там дисплей. Все автоматически. То есть на дисплее забивается определенное количество воды. Температура нагрева. То есть замес происходит 8 рабочих часов. 8 часов? Да. Замес долгий. Это не быстрый процесс. Утром сдается полупродукт на анализ. То есть целый день длится замес. Замесы он разные. Шампуни состоят иногда из 3-4 компонентов, а бывают до 30 видов компонентов. Разное смешивание при разной температуре. Загрузки происходят. Объемы реакторов у нас от 400 до 2 тонн. Ну что... О, камера более-менее фокусируется. Друзья, ну как можем, показываем. Включительно через окошко. Открыть не можем. Открыть не можем, да. Соответственно, даже шампунем проверяется. Да, обязательно. То есть, соответственно, и вот так вот 8 часов, вот это идет перемешивание. Да, да, да. То есть загрузки происходят либо через вот воронку, либо низ через подрубки. Там в шланге внизу под реактором. А так называемая защита от дурака есть, чтобы кто-то не добавил слишком больше какого-то одного ингредиента либо меньше. Контроль. Один аппаратчик контролирует другого. Обязательно. Один свешивает, другой контролирует, записывает. Но так же, как мы в самом начале смотрели, все-таки два человека, один... Вот они вдвоем, да, и на рабочем месте. Обязательно фиксируют. И начальник церкви после проведения процесса проверяет и расписывается. И технолог проверяет правильное извешивание, правильные загрузки, чтобы на любом этапе можно было или откорректировать, или уж если что-то пошло не так, конечно, вот готовый продукт и на рынок некачественный продукт идти не может. Ну опять же, да, у вас. Это исключено. Столько много различных, даже промежуточных этапов контроля. Очень много. Так, ну пойдемте дальше. Так, на следующий день лаборатория отбирает анализы и после получения положительных результатов мы сливаем полупродукт вот по таким шлангам, вот в такие емкости. Вот здесь уже готовый продукт? Нет, здесь емкость подготовленная. А, подготовленная. Да, то есть каждая емкость снабжается идентификационной этикеткой, на которой написано, либо после какого продукта, либо после простоя, на сколько дней она разрешена в использовании, то есть когда она обрабатывалась, кем обрабатывалась, кто проверял. После того, как полупродукт слив, получаем положительный результат, сливаем в емкости и после этого емкость поступает у нас на розлив и этикетировку, где мы разливаем уже сам полупродукт. А, то есть получается он в таком состоянии стоит, ждет, пока его все проверят? Нет, сначала его проверят, потом мы получаем этикетку и после этого мы уже сливаем. Да, все. Свидетельфикационной, да. На обычный шампунь столько тоже? Обязательно. Так, и вот на контакте готово. Дальше, да, емкости поступают на розлив. Вот, та емкость, которую мы видели, она разливается по... Вот, смотрите, она у нас снабжена индификационными этикетками, на котором прописан, что здесь находится, какой полупродукт. Емкость снабжена, когда мы отдаем на анализ в лабораторию индификационной этикетке предъявления. А, вот так. И потом, да, вот, и потом, когда мы получаем индификационную этикетку одобренно, вот только тогда мы приступаем к работе. Сначала сливаем по получению этой этикетки, потом уже покупаем все на розлив. И вот так отрывается. Разливается, да, во флакончике. То есть доза во флаконах наливается за несколько раз, то есть не сразу, а несколько доз. Вот я просто... Чтобы не было вспенивания и так далее. А вот как раз сейчас для нас специально приостановили, вот попросим оператора... Татьяна, подожди. Вот с той стороны, попрошу оператора подойти. Осторожно, там шланги, не совсем. Да, аккуратно. Вот получается этап наполнения. То есть не сразу же целиком заливается, а вот по чуть-чуть. Это, так понимаю, чтобы не было лишнего вспенивания? Вспенивания, да, совершенно верно. Чтобы доза была точнее. Все, и, соответственно, запускается. Так, это как-то контролируется, отмеряется количество? В смысле? Ну, сколько миллилитров? 200. У нас каждый вид продукта определенный литраж. Это то шампунь луковой для собак и кошек 270 миллилитров. А как это контролируется? Где-то идет вот здесь уже... Весом, нет, весом, весы. А, да. Да, у нас есть документы, где прописано, какой вид шампуня, какой объем. У нас есть журналы, в которых мы прописываем, замеряем раз в час контроль дозы обязательно. Ну, и визуально это постоянно, да. Машина столжена узлом от браковки. Если не одеть крышку, то флакончик уедет в другую сторону, и на линию он не попадет. Можем показать, если интересно. Нет, давайте специально не будем. Дальше по транспортеру флакончик поступает на этикетировочную машину. А вот как раз-таки начать вторую линию, вот она рядышком идет. Да, совершенно верно. Если не одеть... Вот, соответственно, она пойдет вот по этой второй линии, вот. Зоя, не одень. Не одень крышку. Как раз нам сейчас специально не оденут одну крышку, и мы увидим вот этот этап вот здесь вот будет. вот наша специальная бутылочка, даже две, вот они едут без крышки. И сейчас мы посмотрим историю ее перемещения. Так, вот наша хоп. Вот, смотри, вот сейчас вот хоп. И все, они пошли по совсем второй. В зону брака, все. Да, вот они пошли. И все, вот они стоят. Мы их сейчас забракуем. В партию они уже не попадут. То есть вот так, что... То есть из-за нас вы сейчас потеряли 270 на 2? 540. 540. Понял. Надеюсь, мне счет не выставят. Хорошо. Так, значит, наши хорошие бутылочки. Дальше под распортеру они едут на этикетировочную машину. Этикетировочная машина также компьютеризированная, на которой занесена вся информация, серия, срок годности, размер этикетки, правильные параметры наклейки, этикетки. И все это занесено в компьютер. Видите, этикетка приходит с типографией. Она пустая. Без срока, без всего. С линии уже там штампуются и серии, и срок годности. И с линии она выходит уже со сроком годности. Вот видите, она по линии едет. А, ну здесь получается и как раз-таки наносится дата изготовления. Да, дата изготовления, срок годности, серия. И вся остальная информация уже готова в реальте. Я так правильно понимаю, что все, что касается в том числе и шампуня и ветпрепаратов, они идут дальше по одной и той же схеме. Что какая, на каждый шампунь тоже есть своя маршрутная карта. Обязательно. Свои журналы, маршрутные карты и документы. Они потому и называются стандартные операционные процедуры, потому что они стандартизованы, и чтобы людям на каждом этапе было понятно, не хаотичное выполнение своих обязанностей, а именно последовательное четкое соблюдение написанных инструкций и разработанных процедур. Дальше оператор проверяет серию срок годности, правильность наклейки, ровность и собирает групповой короб. Ну и все, и вот это сюда, и упаковка. Да, вкладывается, заклеивается и ставится на палету. После этого палеты поступают в зону карантина, они снабжаются тоже индифекционной этикеткой на предъявление и ждут контролера. Мы с вами посмотрели три основных цеха, где выпускают таблетированные препараты, где жидкие и где шампуни. Но помимо этого есть еще и различные другие цеха, в том числе, друзья, и стерильный цех. К сожалению, мы туда с вами попасть не можем. Но более подробно об этом нам рассказали. Мы идем мимо комплекса чистых помещений, там находится как раз производство стерильных форм. Производство стерильных форм – это самое ответственное производство, потому что там несколько степеней переодевания, несколько степеней шлюзов для поступления с сырья. Есть своя зона подготовки стерильной посуды, которая сначала моется, потом проходит автоклав, который проходит дальше в стерилизационную тоннель и уже чистая стерильная поступает на розлив стерильного лекарственного препарата. Чтобы доказать, что мы правильно подготовили сырье, правильно подготовили первичную упаковку, то есть флаконы или флаконы разной вместимости, у нас на заводе есть еще своя микробиологическая лаборатория, которая проводит контроли на всех этапах. Мы уже видели с вами в цеху микробиологический мониторинг, сырье отбирается обязательно для контроля на показателе микробиологической частоты, а стерильные препараты проходят контроль по показателю стерильности. Для того, чтобы выпустить стерильные лекарственные формы, нам необходима специальным образом подготовленная вода. У нас есть своя система водоподготовки, которая проходит в нескольких степенях очистки, начиная от грубой механической очистки, заканчивая образным оспасом и ультрафиолетовой стерилизацией. Дальше эта вода поступает по своей системе для производства инъекционных препаратов стерильных, это глазные капли, это стерильные препараты, растворы для инъекций. И после чего продукт также еще подвергается стерилизующей вильтрации, разливается и передается на упаковку, и дальше стерильные препараты еще проверяются на наличие механических включений. То есть мы должны гарантировать, что никакие механические включения и видимые, и невидимые не могут быть, это же самая опасная часть. Здесь у нас есть специально просмотровая машина, и ведется трехступенчатый контроль обязательно стерильных препаратов, то есть первая стадия это 100% контроль и потом еще два контроля выборочного. Ну как раз это вот с этой, с левой стороны, друзья, но мы, к сожалению, туда попасть не сможем, потому что там все стерильно, даже если бы я туда попал бы, но я не мог бы камеру пронести, потому что там надо слишком стерилизовать, я даже не представляю, как камеру стерилизовать, степетить и попытаться как-то, ну это вот тоже, все вот это получается, вот эта вся часть, это вот все относится к стерильному. Это относится, там еще у нас есть не только стерильные препараты, но и есть суспензии, эмульсии, это тоже достаточно сложные композиции, многосоставные, к ним такой же, несмотря на то, что они производятся в классе частоты, к ним тоже очень повышенные требования, и именно в этой части мы производим по контракту для людей, так как мы имеем лицензию не только России хознадзора для производства ветеринарных препаратов, мы одно из шести, наверное, в России предприятий, которые имеют лицензию на производство лекарственных средств для людей. Кребования для производства, для лекарств, что для людей, что для животных абсолютно одинаковые, установленные федеральным законом 61-м о лекарственных следствиях и решением 77-м евроазиатской комиссии, поэтому что для животных, что для людей, лекарственные препараты производятся по одним и тем же правилам. Соответственно, и процесс сертификации то же самое, то есть, чтобы выйти на рынок, получение всех разрешений. Лицензии и получение сертификата GMP абсолютно одинаково и идентичны. То есть, интересно, я такого не знал, потому что я думал для животных как-то делается легче и проще, чем для людей, а получается... Совсем непросто. Совсем непросто. Вот так вот, друзья, оказывается, не все так легко и просто, как хотелось бы, либо как думалось. Но давайте, друзья, отправимся в святая святую лабораторию. Зона контроля качества состоит из нескольких лабораторий. Лаборатория входного контроля сырья. Мы уже с вами говорили о сыре. Так, пойдемте. Здравствуйте. Так как мы с вами начали с производства таблеток, давайте тогда посмотрим здесь контроль качества таблетных форм. Ну и у вас здесь много людей работает. Людей много. А как же? Так. В лаборатории контроля качества есть своя особым образом подготовленная вода для приготовления реактивов, которые используются для контроля качества. Обязательно, как мы уже говорили, на всех этапах ведется запись. Контроль качества – это многократное, очень большое количество записей. То есть все, что делается, все обязательно фиксируется. Фиксируется в рабочих журналах, фиксируется в протоколах. Сотрудники работают на компьютерах. Обязательно все ведется в процесс фиксации в компьютерах. Лаборатория оснащена самым высокоэффективным оборудованием, которое позволяет провести контроль качества сырья, полупродуктов, каких-то вспомогательного сырья, активных фармацевтических субстанций, готовой продукции. То есть некачественная продукция за ворота выйти не может. Качество контролируется на всех этапах производства лекарственных средств. Есть разработанные документы, спецификации на каждую стадию контроля, которые фиксируются. Выписываются протоколы, все это фиксируется. Номера протокола фиксируются в маршрутных картах. И на всем этапе, как мы уже говорили, можно проследить судьбу любой серии лекарственного препарата. Когда она выпускалась, что выпускалось, кто производил контроль, все ли сотрудники обучены, все ли допущены к самостоятельной работе. Качество – это чистая посуда, грамотные сотрудники, правильно записанные результаты. И как мы уже говорили, что подтверждение того, что мы сделали все правильно, это процесс валидации. Валидации подвергаются не только технологические процессы, квалификации оборудования, но и валидации методик. То есть, прежде чем мы проверяем, что-то мы должны подтвердить, что мы это сделали правильно. Использовали нужные реактивы, использовали нужную посуду, в правильном соотношении все это прилили, проверили и получили достоверные результаты, невзирая на время года, день недели и настроение сотрудника. Вот как раз процесс контроля таблеток. Показатель распадаемости. То есть, за определенное количество времени таблетка должна полностью распасться в определенном объеме жидкости. То есть, даже есть и такой замер. Все эти требования и показатели записаны в нормативно-технической документации на препарат, который при регистрации в Росфельхознадзоре подписывается руководителем Росфельхознадзора. И это уже обязательное требование для выполнения и для контроля качества. Это прибор, который позволяет понять, называется растворение или количественное определение. То есть, мы в определенном объеме растворяем таблетку. Через определенное количество времени отбираем определенную пробу. И дальше у нас есть еще высокоэффективная жидкостная хроматография. Дальше мы уже после круга времени выхода понимаем, какое количество действующего вещества перешло в раствор. И мы понимаем, что да, эта таблетка эффективна, она будет работать в организме. Самое главное наш принцип и наше правило – это доказать, что выпускаемые нами препараты эффективны, безопасны и качественны. То есть, основной принцип нашей компании. И, соответственно, вот эта лаборатория как раз таки… Мы сейчас пройдем дальше, посмотрим дальнейшую судьбу этих таблеток, которые мы, как мы можем доказать, что она отвечает требованиям нормативной документации. Получив и проанализировав все данные по всем пунктам нормативной документации. То есть, все мы показатели проверили, передается сотруднику руководитель лаборатории, он оформляет заключение о качестве. Начальник отдела, руководитель отдела контроля качества подписывает паспорт качества, который тоже подшивается в досье на серию. То есть, досье на серию – это такой документ, как вот медицинская книжка. Все записано, все зафиксировано, в любой момент может быть проверено. То есть, полная прослежимость от входа сырья до выхода готовой продукции. У нас достаточное количество высокоэффективных жидкостных хроматографов, достаточно дорогого оборудования, которое позволяет по полученному спектру идентифицировать. Осторожно, порог. Здравствуйте. В препарате находится та активная форм-субстанция, которая должна быть, которая записана в нормативном документе, зарегистрирована в регистрационном удостоверении. Вот как раз здесь находятся четыре жидкостных хроматографа по спектру. Каждое вещество имеет свой спектр в свое время выхода. То есть, на каждом этапе можно проконтролировать. Это как отпечатки пальцев. У каждого человека свои отпечатки пальцев. Также у каждого сырья, у каждой активной форм-субстанции свое время выхода. Но правильным образом подготовленные растворы по прописанным методикам позволяют оценить как раз качество готового продукта. Самый главный показатель это количественное содержание действующего вещества, чтобы, повторюсь, препарат был качественный, эффективный и безопасный. Ну, как раз сейчас в настоящий момент при нас, прямо идут какие-то исследования, все двигаются. Ну, те таблетки, которые мы смотрели, как раз они дошли до стадии контроля полупродукта. Прежде чем отправиться, допустим, на стадию упаковки, мы обязательно проверяем, на каком этапе... Соответственно, все быстро, оперативно делается. Качество, да, качество препарата, конечно. Потому что, соответственно, если лаборатория где-то будет тормозить, так по-русски говорят, то будет простаивать дальнейшее... Следующее оборудование, соответственно, да, технично-технологический процесс будет затянут. Огромное количество людей, огромное количество оборудования, этапов... Людей именно обученных, которые понимают, что они делают в любой момент времени. Потому что, если честно, вы говорите такие интересные слова, я такой поддакиваю, да, 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 я даже не представляю, что за наименование оборудования. Высокоэффективный жидкостной хроматограф. В общем, главное, высокоэффективный. Да. Все. Технологичный. Жидкостной, да. Но что-то очень интересное и высокоэффективное. Идемте дальше. Мы были с вами на складе сырья. Так. Видели, что у нас есть специально отведенная зона для отбора проб сырья. Причем отбор проб сырья производится в зоне ламинарного потока воздуха, что позволяет обезопасить сырье от попадания каких-то от контаминации какими-то извне частицами или посторонними какими-то включениями. То есть сырье мы отбираем максимально безопасно. Дальше сырье поступает как раз в лабораторию входного контроля сырья. Вот это, где мы находимся, это как раз здесь входной контроль. Здесь мы проверяем обязательный показатель. Это подлинность. Прежде чем мы запустим сырье в производство, мы должны проверить его подлинность. То есть подтвердить то, что нам написано на этикетке, попало к нам в лабораторию и пропало к нам на завод в первую очередь. Есть у нас прибор неразрушающего контроля, который позволяет проверить каждое тарное место, не вскрывая его. То есть через пленку мы снимаем спектр, сравниваем с библиотекой спектров и подтверждаем, что да, сырье подлинное. То, что заявлено, то и получено. И дальше мы проверяем сырье опять же по показателям заложено в спецификации. Все, друзья, я в шоке. Очень интересно. Происходит какой-то процесс, что-то крутится. Это ведется ротерная отгонка. Это ротерная отгонка, например, высушенный, это ротерный испаритель называется. А, ротерный испаритель. Это ротерный испаритель, где производится отгонка, это контроль растворителей на входном, производится входной контроль растворителей. Да, я по крайней мере признаю, что все препараты АВЗ проходят огромнейшее количество исследований. Прежде чем попасть к потребителю, они проходят всестороннюю проверку качества. Очень много этапов. Качество мы отвечаем. Качество это не только, еще раз повторюсь, не только контроль готовой продукции, качество складывается, интегральная сущность, которая складывается от поставок сырья, закупок сырья до контроля готовой продукции на всех этапах. На всех этапах. И люди, работающие на предприятии, это понимают и ответственно относятся к своим выполняемым обязанностям. Они понимают, что от них зависит очень много от любого сотрудника фармацевтического предприятия зависит очень много у нас не важных и неважных должностей. И, кстати, обращу внимание, что здесь нету праздно шатающихся людей. Здесь даже нету зоны для курения. И люди здесь сюда пришли утром и здесь реально работают. Каждый знает, что он должен делать. Как раз инфракрасный спектрометр позволяет подтвердить, что сырье, которое мы получили, то, что написано на этикетке, то и находятся внутри емкости, внутри контейнера. Ну, соответственно, есть данные, полученные с того, что к вам пришло, и библиотека. Обязательно библиотека спектров это сравнивается. Есть стандарты, с которыми мы сравниваем. Есть библиотека, вот я его сравниваю, вот у нас стандарт, библиотечный стандарт, я его... и, например, спектр сырья, испытываемый. А, то есть красненькое, это ваше. И мы смотрим совпадение полос поглощения. Да, вот он совпадает со стандартом, 99,9%. То есть подлинность сырья установлена, стопроцентное практически совпадение полос поглощения, которое подтверждает подлинность сырья. Мы показали максимально, что могли. Производство твердых форм, производство мягких форм шампуни, производство жидких форм, это капли ушные. Показали контроль таблеток, которые мы смотрели в цехе. Не показали только микробиологическую лабораторию, она очень маленькая, и туда тоже определенный доступ. Люди имеют. Ну да, мы не показали стерильные. Мы не показали стерильные. Потому что мы туда физически не можем зайти. Соответственно, пока залет. Лаборатория тоже туда нам. Готовы ответить на любые вопросы, касающиеся разработок, касающиеся дальнейшего обращения на рынке препаратов. А вот такой вопрос. Я когда на производство приезжаю, сюда спрашиваю. Они делают, производители, делают только под собственный бренд, либо вы также делаете так называемый СТМ для кого-то? У нас есть, да. Так как мы имеем лицензию Минпромтор, как я уже говорила, на производство лекарственных средств для людей, их мы производим по контракту. А ветпрепараты для животных? Да, также есть у нас крупные контрактные заказчики, которые доверяют нашему опыту, которые доверяют нашему производству. Обязательно перед тем, как начать производство контрактных препаратов, производится ауди производителя. Заказчики к нам приезжают. Мы также, ничего не скрывая, ведем по всем цехам, где они собираются производить. Показываем нашу документацию, показываем, они обязательно оценивают нашу фармацевтическую систему качества, которая включает в себя все, начиная от разработки, заканчивая выпуском готовой продукции. И после этого они принимают решение работать с нами, не работать, доверяют они нам, не доверяют. Плюс при выпуске лекарственного препарата в гражданский оборот мы передаем досье на серию нашему заказчику. Их сотрудники или уполномоченные лица оценивают это досье на серию и тогда выпускают гражданский оборот уполномоченное лицо уже нашего контрактного заказчика. Выше всяких похвал. Спасибо. Я надеюсь, что нас еще будут и другие компании приглашать. Так что будет чем сравнить. Для меня, конечно, первое впечатление вот именно такого производства. Да, есть сухие карматы, есть влажные. Здесь мы получили положительные эмоции. Здесь для меня, конечно... Мы развенчали стереотипы. Это точно. Нет, на самом деле я... Нет, я знал, что компания ВЗ это 30-летний опыт, это мощный профессорам, ну, научная база. Это большая научная база, очень много кандидатов в наук. Да, что это крупное современное, конечно, предприятие. База оборудования не только технологического, но и контролирующего, как вы видели. Конечно. Не, ну, честно, стереотип, как в большой бадье вот таких пластиковых бочках кто-то вот так вручную мешает шампуне, ну, честно, он, конечно, присутствует. Вы будете видеть наш шампунь и представлять наше красивое производство. Итак, друзья, вот такая большая и уникальная экскурсия у нас с вами произошла на предприятии по производству ветеринарных препаратов для наших с вами питомцев компании Агро-Ветзащита. Это первая компания, которая распахнула нам свои двери. Очень надеюсь, что это не последняя. Большая просьба, друзья, напишите свое мнение, как вам эта экскурсия, что понравилось, что не понравилось. И также напишите, какими препаратами вы пользуетесь. Очень интересно будет посмотреть, насколько сильно вам знакома компания АВЗ. Но, друзья, это еще не концовка. Как можете обратить внимание, есть еще где-то примерно 30 минут дальше. Да, по ходу экскурсии мне удалось познакомиться с ветеринарным врачом компании АВЗ, который с удовольствием согласился ответить на некоторые вопросы, которые были у меня в голове и также которые я видел от своих подписчиков. Так что, друзья, продолжаем просмотр. Мне лично это интервью очень понравилось. Итак, скажи, пожалуйста, в соответствии с тем, что у нас ужесточается, законодательство с 1 сентября, происходят новые какие-то нормативы, ужесточения в плане ветеринарии. Более подробно расскажи. Я бы сказал, что не ужесточается, а все приводится в одну норму. Раньше было как? Раньше, если ты вводишь из-за границы препараты, ты показываешь исследование, которое ты сам сделал, и они в России не проверены. И мы не можем с ними ознакомиться толком. То есть они порой в странных-странных все это делалось. Неоднократно было, что кто-то делает препарат в одной стране, а исследование в другой стране. И в России не нужно было предоставлять эти данные, проверять, грубо говоря. То есть, грубо говоря, человек сделал где-то там препарат, исследование сделал в совсем другой стране, и он спокойно поступает на российский рынок без дополнительных исследований. Да, такое было, потому что не было требований проверки ВГНКИ. Да, это наш главный институт по проверке всех препаратов, которые из России. Вот так это же неправильно. Это неправильно. Но в России все российские производители обязаны были все это делать. Поэтому мы подогнались, грубо говоря, точнее не мы, а Россервиснадзор подогнал все под эти требования для всех производителей и иностранных, и российских производителей. А, то есть любой зарубежный производитель должен пройти всю ту же самую процедуру, что и российские коллеги. Да, и некоторые производители не захотели этого делать. Возможно, есть что скрывать. Но это логично. Знаешь, я вот тоже по отношению не только препаратам, а вообще к зообизнесу и производителям. Если не хотят что-то показывать, ну, значит, есть что-то скрывать. Поэтому в данном случае ваша компания тут сегодня была очень откровенно. И насколько я понял, что вы первая компания российская, которая сделала, прошла вот эту сертификацию. Да, одна из ветеринарных компаний. Да, из ветеринарных. Да, то есть джемпи. Мы получили первые, садисекты делают ветпрепараты. А вообще это тяжело ее пройти? Да, тяжело пройти. Таким простым русским языком объясни на пальцах, что это за... Это соответствие производства. То есть должны быть определенные стандарты, как сделан завод. То есть никаких углов быть не должно в помещениях. Определенные правила сертификации того же самого воздуха, то, что мы сегодня видели. Производство, обучение людей на производстве. То есть там очень много требований именно производства. И не все европейские производители имеют это вот джемпи. В России у нас из ветеринарии, если не ошибаюсь, два полного завода всего есть, которые имеют. Ошибаюсь. Да, тут за кадром подсказывают. Ну в общем, дождь, дождь, незначительное количество. Да, незначительное количество. Давай так, а из ваших российских коллег, так что, ну разумеется, не только Агровед защита производит различные ветеринарные препараты, уже кто-то получил? Да, уже есть, уже есть и у других производителей ветеринарных, но мы все равно лидеры по производству. Нет, я к тому, что по факту наш российский рынок не будет резко обескровлен. Нет, почему-то все говорят, что вот иностранные вышли, производители, все, у нас в России производство стало там на коленке, да, вот это все. На самом деле мы и до всей этой ситуации уже производили по европейским стандартам, как хотят наши потребители. Потому что есть такое мнение, да, что европейское лучше, а хотя мы производим по таким же стандартам, из такого же сырья, по таким же порой даже рецептурам, чего-то. Ну вот сегодня нам, как раз таки, рассказали, показали, что в некоторых моментах даже лучше, да, 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 даже. Но потому что, опять же, мы взяли опыт коллег, посмотрели в зарубежных, и понимают, что здесь можно улучшить, и мы уже улучшаем, а им, соответственно, это уже, ну, куда им. Смотри, мы сегодня видели производство вашей новинки, многие это сравнивают с нашим аналогом российским, не будем называть бренды, который стартанул и очень быстро загнулся, и также с двумя другими иностранными брендами. Это у нас таблетки, как правильно назвать вот это, жевательная таблетка или как? Таблетка, так и называется таблетка, для применения внутрь. Да, таблетка для применения внутрь, соответственно, от клещей, блох и гельминтов, включая сердечную дирофилярию. Это тоже очень важно. Все аналоги, которые были иностранные, которые еще есть в продаже, но их все меньше и меньше, они работали только от внешних паразитов, то есть в пост внутренних они не работали. А в России есть беда не только, гельминтов кишечных, но еще и сердечных гельминтов у собак особенно. И вот наш препарат, чем уникальный на Квет Экспресс Табс, тем, что он работает и на внешних паразитах, и на внутренних, и на микрофилярию, это личинка того самого сердечного глиста. То есть это комплексный препарат, и на рынке вот такого обширенного спекта действия нет. Хорошо, про поводу глистов спрошу, яйцо тоже? На яйце гельминтов, к сожалению, ни один антиргеминтик не работает, невозможно, они очень устойчивые, очень плотные, их можно только формальдегидом убивать, а это невозможно в условиях живого организма. Это да. Ну, соответственно, да. Кстати, применение. Давай все-таки вашу новинку, потому что интересный аналог, даже в каких-то моментах, как мы уже сегодня поняли, лучше. Да. По применению, насколько хватает вот одной таблетки? Здесь от паразитов зависит. Если мы говорим про клещей, говорим про гельминтов, включая вот ту самую дирофилярию, то 6 недель, одна доза, дозировка препарата, животное защищает. Собака 6 недель будет без паразитов, без внешних и без внутренних паразитов, так скажем. От насекомых работает 8 недель, то есть от них подольше работает, но насекомые, они менее устойчивые, нежели чем клещи. Поэтому здесь такая разница. Я, конечно, рекомендую, как фитфрач, давать каждые 6 недель. Потому что клещи и дирофилярия – это вот самое опасное, что может быть. И от них вот 6 недель таблетки работают. Смотри, по поводу клещей. Я где-то несколько лет назад, когда изучал, опять же, ваших уже иностранных коллег, которые делают такие препараты, мне очень понравилось то, что, да, они пишут список клещей против кого, и обратил внимание, что часть клещей они не пишут. Их достаточно большой вот вид. И были там несколько клещей, которые есть на территории Российской Федерации. Да, они не распространены там в Северо-Запад, там Москва, но они распространены в других регионах. Да. Расскажи, пожалуйста, ваш препарат, он захватывает всех клещей на территории Российской Федерации или тоже как иностранные, коллеги вот где-то так вот кастрированные, извиняюсь. Мы его в России производили, производим, мы его в России испытывали, нам интересно было всех четырех основных клещей, которые есть в территории России, на всех на них проверить. Под Дальнего Востока, да, я согласен, до Юга России и в Северо-Западе у нас совершенно разные клещи. То есть единственное место, где они все сходятся, как бы ни странно, это Юг Московской области. Вот там они все четвером присутствуют. Я бы, конечно, сейчас начал бы прикалываться, что в Москву почему-то стекаются в те, и клещи в том числе. Отлично, да. Естественно, на всех четырех этих видов клещах это тоже все испытывалось. В принципе, те вещества, которые входят в состав, они изначально работают на всех членистоногих. Вопрос в том, что некоторые клещи более устойчивы, так скажем, нежели чем остальные. И вот Дермоцентр, один из самых популярных, которые есть в России клещей, на него все обычно и ориентируются. Рецефливус, он уже пореже, остальные клещи еще реже. Но при этом наш опират работает на всех этих четырех видов, которые есть в России. Хорошо. Тогда скажи, пожалуйста, понятно, девушка, когда новый продукт уходит на рынок, разумеется, кто-то появляется и хочет сказать свой эфир. Ну, разумеется, здесь, давай так, не угодить никому, в том числе и даже в кормах. Почему я никогда на своем канале не говорю, что этот корм самый лучший, этот самый плохой, нет, все индивидуально. Но, извини, вот вы вышли, где-то время прошло, прошло, как бы поприличнее сказать, волна пошла. Волна пошла. Скоро просто, что это за хейт, как вы с ним работаете, потому что нам чуть ранее сказать, что у вас горячая линия, соответственно, ну, я так понимаю, что к вам тоже поступает. Как вы вот это, давай, вот этот негатив и этот опыт тоже, ну, тоже опыт взаимодействия с клиентами при новых каких-то продуктах. Вот, подробнее расскажи эту ситуацию. По поводу хейта, вот, честно говоря, не ожидали мы такого хейта, да, то есть мы думали, что будет, какой-то момент негативный, но не в таком количестве, которое он пошел. Да, мы ждали, что что-то будет от иностранных, но не такого количества. В основном, какие там были претензии? Там даже я рассказал, там не хейт, так, ты оговорился. От иностранных, что это, есть какая-то... У нас есть предположения, которые более того, ну, подтверждаются, можно сказать уже, что некоторые иностранные производители очень большую вот эту долю взяли на себя, хейта на нас. здесь, потому что они не проходят, не готовы к первому сентября? Это первое, а второе, все-таки выходит продукт, который больше паразитов убивает, нежели чем есть у них, и по цене он дешевле. Дешевле. Естественно, это у них в голове, ну, не укладывается, как с ним бороться. Начинают бороться порой нехорошими способами. Начались всевозможные сообщения про неработу препарата, про его возможные побочные действия, которые не описаны в инструкции. Ничего этого не подтвердилось до сих пор. Все разговоры от клиник, которые якобы... Я, кстати, читал, мне очень понравилось. Кстати, друзья, ребята на многие такие вопросы отвечают, прямо официально, вы в телеграм-канале пишут, ну, много где публикуются, и мне обратил внимание, что какой-то ветеринарный врач, вот что-то случилось с песиком, ветеринарный врач написал заключение, что исключительно от вашего препарата вы звоните в эту клинику, а там ветеринарный врач уже куча лет не работает. Он уже 5 лет не работает. Либо бывает ситуация, что таких пациентов и не было вообще. Бывает ситуация, что у этих людей, которые якобы написаны, у них и животных-то нет. Самое частое, чем сталкивались, это когда какой-то канал постит новость, ее перепостили, а потом канал либо удалился, либо сам из себя новость удалил, а перепост пошел дальше. То есть даже настолько. Такое тоже было. Поэтому, да, я не скажу, что препарат не имеет побочек вообще. Любые препараты, они побочки могут иметь. Но такого количества, которое написано в соцсетях, где-то еще, это все какой-то неестественный перебор. При этом, я общаюсь с врачами, я общаюсь в сообществе со всеми, они такого количества даже и не видят у себя в городах. Там получается, за один день порой напишется столько, что как будто все собаки в мире получили этот препарат. Препарат, да, имеет свои особенности, нельзя, не всем породам собак можно его давать. Да, есть собаки, у которых есть мутации гена МДР1. И вот им максидектин, он не показан. А как это узнать владельцу? Это обычно колли, шелти, бабтейлы, ауси, это собаки австралийских и английских пород. Обычно можно в интернете посмотреть. Вот, да. Есть ли вот эта информация где-нибудь? Ну, давай так, на вашем сайте. Во-первых, у нас на сайте есть информация, есть инструкция, где написаны породы, прямо к которым не рекомендуется. все написано там, кому не рекомендуется. Во-вторых, в принципе, вот тем владельцам, у которых собаки есть, нужно проверить, есть ли у этих породов, склонность к мутации гена МДР1. Это обычно в интернете пишется. Слушай, а какое-то исследование сам от владелец можно прийти где-то? Есть исследование, иммунологическое исследование тоже можно прийти. Оно не очень дешевое, с одной стороны, с другой стороны, оно обезопасит животное навсегда от возможности дачи не того вещества. Потому что не только там моксидектин, да, имеет какие-то особенности. Много препаратов, которые нельзя этим породам собак. И люди порой лечат животное, не знают это, но делают немножко хуже. Другой момент, что в России очень мало таких пород, в принципе, в этом плане это небольшой процент. Сибирские хаски туда не входят? К сожалению, есть несколько процентов сибирских хасок, у которых есть мутации гена МДР1. Они тоже есть. Если брать вообще все породы, которые есть, ну, наверное, процента 2 таких собак в принципе. Но они есть, к сожалению. И их необходимо, конечно, исследовать. Понятно. Будем исследовать. Хорошо. Мне как владельцу хаски, ладно. А задачу? Потому что вот недавно была ситуация, что мне говорили, что нет у хасок мутаций гена МДР1. Закажу на исследование и там, да, 2% есть, конечно. Хорошо. Да, я сбил, сбил твою речь. Смотри, сегодня не раз прозвучала фраза, что вы достаточно открытые. То есть, да. Хорошо, вы делаете исследование. Соответственно, вот простой смертный может где-то посмотреть это или как? Во-первых, мы все свои исследования выкладываем у нас на сайте. То есть, можно зайти на страничку продукта и там есть исследования, которые открытые. Там есть понятие закрытые исследования, понятие открытые исследования. Ну, закрытые там в кредит, где коммерческая тайна, где какие-то процентовки препаратов. И была вот такая ситуация тоже, что у нас открытые, но не все, так скажем, исследования, там есть часть информации, которые нельзя разглашать. И некоторые врачи к этому тоже цепляются, мол, у вас написано 600 собак было в исследованиях, а мы видим только там 30-40. 30-40 это в каждом исследовании, это отдельные собаки всегда. То есть, разные группы собак, они исследуются на разных, так сказать, паразитах. Да, даже проверить, работает ли на клещей, отбирается своя группа собак, работает ли от гельминтов своя группа собак. И делается это все в разных регионах России. То есть, и в Калининграде проверяется. там, где красота. Конечно. И на юге, и в Сибири, и на Урале, то есть, везде проверяются разные группы собак. Одну и ту же собаку ее никто не возит по России проверять, прикрепятся к клещам. Я правильно понимаю, что, грубо говоря, искусственным путем подсаживается паразит к собаке? Есть разные способы. Есть понятие искусственным путем, что более контролируемо, но и более сложно, более трудоемко. Есть вариант именно валиерное содержание, где вот есть доступ к клещам, к этим животным. Есть вариант, где мы даем целым институтам, ветеринарным, либо академиям, даем препарат на пробу, грубо говоря, уже почти готовы, только нужно довести его до исследований. И они уже сами по своим навыкам и своим технологиям уже проводят исследования. То есть, вы не самостоятельно? У нас есть несколько академий, несколько институтов в России, которые нам тоже готовы помогать в исследовании препаратов. У себя мы тоже все проверяем, конечно. То есть, не так, что мы на кого-то скинули, они это проверили, нам предоставили просто бумажки. Ну, просто мы сегодня видели очень крутые лаборатории. Соответственно, у вас обязательно проверяем. И вот в таких... Основа у нас, да, но есть регионы, когда мы не можем быстро отправлять животных, например, на проверку есть ли нет заражения. Поэтому там нам помогают их институты на территории этих регионов. Итак, смотри, давай немножко подведем итог по сегодняшнему нашему выпуску. Итого, какие исследования вообще проходят препарат? Ну да, опять же, вот о нашем против клещей и гельминтов, да, расскажешь, сколько, какие этапы? Как уже говорили, изначально мы проверяем документацию, да, то есть мы подготавливаем какой-то препарат, не просто взяв из головы, а берем большую номенклатуру, исследования, как российские, так и иностранные, потому что, ну, нельзя опираться только на свои исследования, нужно брать еще и чужие. Смотрим комбинации препаратов, какие, как работают, какие есть новые научные данные, потому что вот некоторые вещи еще лет пять назад считали, что такие-то вещества не работают на каких-то паразитов, а уже есть эти данные, после чего проводят исследования на моделях, это, по сути, компьютерные модели, которые нам дают данные, будет ли действие или не будет действие. теоретически предполагают. Теоретически, но это очень такие умные штуки, это не просто забить куда-то там какой-то пауэрпойнт, а потом уже происходит исследование на нецелевых животных, это лабораторные мыши, лабораторные крысы, на них появляется в первую очередь безопасность препарата, эффективность, если есть возможность проверить уже там, и только после доказания, что это уже безопасный продукт, его исследуют на целевых животных. Это обязательная практика, потому что, если ты выпускаешь для собак продукт, ты на собаке должен его испытать, иначе как-то скажешь, что он работает на собаках. Причем, есть еще практика не на одной породе, конечно, собак это проходит, а на множестве разных пород, потому что все-таки, да, животное одно, собака, но чихуахуа и мастиф, это совершенно разные все-таки по... Чуть-чуть, килограмм так, 80-90. У них разная и ферментативная активность, у них разная активность других органов, поэтому приходится на разных породах тоже это испытывать, это обязательно, то есть другой практики в России просто нет. И Россельхоз просто не выпустил на рынок препарат, который не прошел все эти стадии испытаний. Да, мы уже, как друзья, мы уже поняли, что каждый этап он документируется, то есть очень много-много бумаг, много-много контроля, и все это собирается в большую-большую папку, все это упоряется Россельхознадзор, Россельхознадзор, каждый опять же этот этап контролирует и, соответственно, перепроверяет, чтобы, не дай бог, не случилось каких-либо плохих вещей. Слушай, ну, огромнейшее спасибо тебе за организацию вот этой большой экскурсии, ну, на самом деле, очень большая экскурсия. Знаю, что я обратил внимание, то, что даже обратил внимание, услышал краем уха, пока нас снимали, что вы очень часто переговориваете о какой-то благотворительной программе, какой-то вот этой штуке, ну, такая, некоторая помощь животным, потому что я, на самом деле, очень поддерживаю такие активности. Расскажи чуть, давай чуть более подробно и будем уже, как говорится, прощаться и завершать наш сегодняшний обзор. Ну, у нас есть такая наша небольшая фишка, да, мы помогаем животным, причем помогаем животным как бездомным, я имею в виду, что приютным, которые в приюте живут, так и некоторым, даже зоопарковым животным, мы тоже их оберегаем. У нас есть такой клуб АВЗ Run, да, АВЗ Бег, грубо говоря, где люди бегают в программе, приложение называется RunTastic, там можно зарегистрироваться в нашем АВЗ Run, бегать, и кто больше всего набегает, люди бегают, люди бегают, не животные, люди, и кто больше набегает, там может выбрать, какому приюту мы помогаем, да, и вот количество километров, которые все люди вместе набежали, эта сумма, она меняется всегда. То есть здесь по сути и спортом занимаешься, и животным помогаешь. Подожди, еще раз, значит, в этом приложении люди регистрируются, бегут, бегают, соответственно, кто больше всех набежал, он выбирает, кому помогаете, а сумму помощи, это общее количество километров всеми набеганное, или как, там есть определенный коэффициент, и мы эту помощь уже отдаем животным. У нас в Телеграме всегда публикуется, кто победитель в этом месяце, сколько километров мы набежали, откуда-докуда этого бы хватило, чтобы добежать человеку, допустим, одному. Такие у нас тоже данные есть, у нас есть и Телеграм, у нас есть ВК, то есть там можно все это посмотреть и ознакомиться, в том числе и с беговым нашим клубом. То есть, по большому счету, любой человек, любой зритель может помочь не финансово, а вот такими. А физически, а финансово будете вы. Мы уже подберем на себя такую работу. Такое у нас тоже есть. Также мы помогаем и зоопаркаем животным, у нас есть животные на попечении, не самые известные виды животных, у нас есть патагонская мара, которую мы оберегаем, есть насуха по имени Барс, вот она тоже наша подопечная. Также у нас есть сотрудничество с Красным Крестом, мы помогаем ассоциации Красный Крест, предоставляем те же самые антисептические вещества, препараты, антисептики, потому что это такая тема важная, особенно в наше время, где мы пережили эту огромную пандемию. И в целом у нас есть поддержка разных кинологических клубов, мы участвуем в разных мероприятиях, готовы поддерживать, помогать всем, чтобы были здоровы и люди, и животные тоже. Так, давай так, важный момент. Так, я тоже люблю помогать различным благодарителям организациям. Расскажи более подробно, вот как, допустим, к примеру, приюту, к какому-то приюту к вам обратиться за возможной помощью. И, во-первых, всем ли вы помогаете, либо есть какой-то критерий отбора. Вот как вот это на самом деле происходит, потому что я еду на самом деле завтра снимать очень мощный приют, точнее, реперационный центр, и мне вот интересно, как им к вам попасть, чтобы вы могли им помочь. Самое первое, это можно написать либо позвонить нам, да, у нас все телефоны открыты, на сайте есть, можно горячее линию позвонить. Конечно, у нас есть свой какой-то бюджет, да, мы не можем прям вот всем сразу помочь, но стараемся выбирать все время разные приюты. Естественно, чтобы узнать, какие еще есть приюты, к нам можно обратиться, чтобы получить такую помощь. и мы уже по результатам этого самого АВЗ РАН можем помочь. Есть какие-то очень серьезные ситуации, бывали такие у нас случаи, когда вот нужно было срочно помочь приюту, мы независимо от этих своих программ, помогали тоже им. То есть, можно обращаться к нам, мы открытая компания, да, у нас телефон, почта, телеграм, ВК, все время открыто и готовы сотрудничать. Потому что, ну, есть разные города, да, у нас сотрудники работают по всей России. Начиная от Кренеграда. у вас нет одного специального человека, который вот на всю Россию? Владивосток, да, у нас разные сотрудники и они тоже в этом вот принимают свое участие. Да, у нас все-таки компания огромная, у нас 800 человек, если брать, так вот работает, поэтому здесь один человек не может это все делать, мы распределяем эту нагрузку на разных людей. Поэтому мы централизованно принимаем, да, заявки, а дальше решение уже принимается у нас на местах. И вот у нас сегодня ни разу не прозвучало, скорее всего, не прозвучало, потому что большой был такой у нас обзорный в курсе, что я даже не уловил. Ваша компания в этом году 30 лет. 30 лет. То есть я крупно увидел на стене 1993 год, значит 30 лет. Компании, да, 30 лет. Очень мы разрослись за это время. И офис свой, да, то есть отстроили, все сделали, и завод свой огромный. Тоже собственности не в аренде, поэтому мы за него и отвечаем. Поэтому, да, компания уже много лет, она одна из самых старых, которые из территории России. Старейших. Да, старейших. Старейших, да, очень правильно сказал. Старейших, и при этом одна из самых эффективных, да, по количеству наших препаратов, по количеству того, что мы производим и для животных, и для людей, и разные виды препарата, да, то есть такого просто нет на рынке в России вообще. То, что, друзья, ну вот такой у нас получился большой, большой обзор. Я считаю, очень интересный. Обязательно, конечно, пишите ваше мнение в комментариях. Еще раз, по всем вопросам компании. Да? АВЗ? Горячая линия, вот номер телефона, все контакты будут, соответственно, как применять препараты, что лучше давать и, соответственно, куда обращаться по поводу благотворительности. Друзья, не стесняйтесь, если уж сказали, что они готовы на все отвечать, звоните, можете говорить, что мол, вот вам вопрос, привет от холстатого питомца, все нормально, ребята будут подготовлены. Так что, друзья, всем большое спасибо за просмотр, огромное спасибо тебе. Тоже огромное спасибо. Большое спасибо всей команде, которая здесь принимала участие. Еще раз извиняюсь за то, что мы какие-то моменты даже мешали, ну, где-то там толкались, ну, что поделаешь, извините, также то, что и благодаря мне минус два шампуня вышло в продажу. Не вышло. Не вышло, да, не вышло. Ну, что поделаешь, такие вот небольшие нюансы. Так что, друзья, обязательно пишите свои комментарии, разумеется, ставьте лайки и любите своих питомцев. Держите хвост пистолетом и пока. Все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова